Казанский федеральный университет уже более 10 лет активно привлекает школьную молодежь в стану абитуриентов. Межрегиональная предметная олимпиада КФУ в этом году работает уже почти месяц. Организаторы отмечают возрастающий интерес к олимпиаде, а связано это с высокими наградами для будущих студентов. Межрегиональные предметные олимпиады мы проводим уже больше десятка лет. И с каждым годом они пользуются все больше популярностью, особенно в этом году очень большой наплыв участников. И это не случайно, потому что в этом году по решению приемной комиссии победители получают при поступлении в КФУ 5 баллов к результатам ЕГЭ, призеры получают 3 балла. Департамент образования КФУ отметил, что 2018 год стал особенным для межрегиональной олимпиады. К уже ранее существующим предметам добавились новые, и теперь почти все институты университета задействованы в образовании школьников. Мы проводим олимпиады по 20 предметам. В этом году впервые вошли экономика, политология, право, астрономия, экология, педагогика. Вот 6 предметов у нас новых. 12 февраля прошла олимпиада по химии. Для участников это возможность заработать дополнительные баллы для поступления в химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета. Приятно отметить, что студенты, которые в прошлом году участвовали в этой олимпиаде, уже учатся в стенах Альма-Матер. Во-первых, я хорошо сдала экзамены, сумма моих баллов была 265, но к тому же мне помогли льготы, которые дает межрегиональная олимпиада, и так я поступила на бюджет с суммой баллов при зачислении 305. В химии я увлеклась восьмого класса и сразу же втянулась в олимпиадное движение. Вообще олимпиадные задачи очень интересно решать, они затягивают, поэтому участие в олимпиадах это очень приятный для меня опыт, и я рада, что благодаря олимпиадам можно совместить приятное с полезным и получить какие-то льготы при поступлении. Традиционно олимпиада проходит в два этапа. В этом году в интернет-туре приняли участие 26 тысяч школьников, а до очного тура дошли 5 тысяч. Ну а сколько людей будут участвовать в следующей олимпиаде, узнаем только через год. Олег Ашин, Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюс.